Раннее утро, Ленинский район, многоквартирный дом. В таких декорациях начинается рабочий день судебных приставов. Сотрудники службы вышли в рейд по должникам за коммунальные платежи. Суммы в квитанциях все больше и больше, тарифы растут, пропорционально увеличивается и количество тех, кто не платит. Только в областном центре Ивановском районе жители задолжали поставщикам ресурсов 67 миллионов рублей. На одних квартирах долг в 3 тысячи, на других в 200 тысяч. В каждую, тем не менее, нагрянут приставы. И для системы, и для Ивановской области это очень актуальная проблема, так как в настоящее время на исполнении находится более 9 тысяч исполнительных производств по взысканию долгов по коммунальным платежам. Соответственно, жители Ивановской области должны более 275 миллионов рублей за услуги, оказываемые коммунальными службами. Здесь живут мать и дочь, обе пенсионерки. Их задолженность перед водоканалом 7 тысяч рублей. Рассказывают, платить бы и рады, но денег едва хватает на еду. Раньше-то почему не оплачивали за должность? У вас уже с мая месяца. Мы в курсе. Так а почему вы не проплачиваете? Вообще никаких проплат от вас не поступало. Знаете, что это, конечно, не... Это наш семейный, мы не будем об этом вообще-то рассказывать. В истинности слов сомневаться не приходится. В квартире нет никакой техники, кроме старого телевизора. Хотя хозяйка уверяет, что и его дали на время. Добрые люди. Тем не менее, технику описывают. Вот мы кому принадлежат. Ну, это не мои проблемы. Кому принадлежат. Ну, это не мой телевизор. Мне его дали на время. Вы спокойно, пожалуйста, разговаривайте. У меня телевизора нет. А вы... Спокойно. Спокойно. Мы с вами спокойно разговаривали. А вы бы еще пришли в 5 утра. У собственника будет время, чтобы взяться за так называемую самостоятельную реализацию. Пока техника, которую приставы взяли на карандаш, находится дома, у должника. Он несет за нее уголовную ответственность. Пользоваться имуществом разрешается. Должнику предоставляется 10 рабочих дней для того, чтобы внести денежные средства на расчетный счет Ленинского РОС. Если он пишет ходатайство самостоятельной реализации, если денежные средства поступают на депозитный счет Ленинского РОС, соответственно, арест самущества снимается. В этой квартире не обойдется без семейных разборок. Невестка задолжала «Газпрому» крупную сумму. Отвечать приходится свекру. А задолженность, знаете, 26 тысяч перед «Газпромом»? Перед «Газпромом»? Да. У них или у нас? Адрес генерал-хемик 52, ой, квартира 8. Квартира 8. А кто? Зубина и Лена Валерьевна. Они здесь не проживают? 28 тысяч рублей должны собственники этой квартиры в московском микрорайоне. Здесь проживает многодетная мать и три ее дочери. Женщины рассказывают, долги копятся не от вредности, а от бедности. С водоканалом заключили договор о рассрочке. Правда, приставы об этом еще не знают. Если водоканал отзовет эти эспантные документы, соответственно, мы что-то... А у меня нечего брать. Что у меня брать, скажите? С холодильника. Даже холодильник не подлежит. А у меня больше нечего брать. У меня ни компьютера, ничего нет. Из ликвидного имущества оказался только телевизор и аквариум. Арест – не самая эффективная мера в борьбе с должниками по коммунальным платежам. Более действенно направлять взыскания к работодателю должника, если таково имеется, или в пенсионный фонд. С помощью пенсии должников взыскать удалось более 13 миллионов рублей. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.